Второй момент. Говорить о том, что 26 коммунистов в парламенте помешали вам принять решение по офшорам, ну это, извините меня, попросту смешно. Следующий момент о таможне. Я просто смотрю по времени и стараюсь ответить на все ваши вопросы. Человек, который пришел на таможню, увеличил поступление в бюджет в три раза. Сегодня порядка 30 миллиардов бюджет государственный, а это пенсия, это социалка и все остальное получает от таможни. Я, честно говоря, не вожу товары через таможню и не знаю, какие поборы. Честно говоря, я так уверен, что те, кто сидит здесь в студии, то же самое, этим не занимаются. Возможно, вы имеете какие-то конкретные вещи, но нужно говорить о конкретных фактах, о конкретных вещах и идти с ними в прокуратуру. А так это просто распространение сплетен. Наталья Королевская. Я хочу нашему оппоненту объяснить, что когда страна начинает зарабатывать на таможне, это значит, страна перестает производить у себя в стране товар. То есть мы все везем, и у нас сегодня импортные яблоки, у нас вышиванки сегодня продаются на рынке, произведенные в Китае. У нас полностью все закрывается, и страна, к сожалению, теряет рабочие места и теряет производство. И поэтому я считаю, что наша задача не экономический прагматизм, потому что экономический прагматизм сегодня, это не экономическая стратегия завтра. Наша задача экономический патриотизм в стране проявлять. И деньги не в офшорные компании на Кипр выводить, потому что там коммунисты правят, а оставлять деньги сегодня в стране, вкладывать их в наши предприятия, и создавать рабочие места в Украине, и производить в Украине качественную продукцию. Вот тогда мы не на таможне будем зарабатывать, а люди будут зарабатывать достойные заработные платы и получать справедливые пенсии. И вот тогда с экономическим патриотизмом и с ясной и четкой своей самостоятельной экономической позицией мы должны, конечно, поддерживать дружеские и партнерские отношения с Россией. Ну, взаимовыгодные отношения, при которых у нас будет не политическая цена на газ, при которых у нас не будут торговые войны, как сегодня, то сырная, то мясная, то еще какая-нибудь. А при этом каждое предприятие останавливается, сокращаются, опять же, рабочие места. А когда у нас будут понятные, абсолютно на равных, экономически выгодные двум странам отношения, и тогда будет развиваться и наш рынок, и наш производитель, и мы сможем абсолютно успешно продавать свои товары, конкурентные в Россию. И также мы будем европейские ценности у себя внедрять. Тогда мы будем страной самостоятельной, самодостаточной, с конкурентной продукцией и, главное, экономическим патриотизмом. Спасибо. 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 Спасибо.